Всем привет ребят, с вами Старванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик будет непосредственно посвящен окончанию эксперимента Покатаем на старом, добром, замечательном балансе, который уже с вчерашнего дня вернулся в нужное русло и в то, что нам привычно видеть Подведем какие-то определенные итоги данного эксперимента, я для себя подчеркну какие-то определенные моменты, которые я для себя как бы рассмотрел Нашел, решил поделиться с вами подобного рода информацией, ну и конечно же скатаем уже 3 обычном, дефолтном, стандартном балансе Все на том же Хоппере, потому что довольно большое количество ребят начало говорить о том, что Хоппер мол не нагибает в матчмейкинге на дефолтном балансе без двойного хп Ну а я вам могу сказать и показать лишь обратное, да, и не знаю насколько вы жестко и негативно относитесь к этому корпусу Я конечно в свое время, в один определенный период тоже говорил, что этот корпус не является столь каким-то интересным имбовым Но после того, как рассмотрел его получше, да, как бы увидел в нем довольно большое количество интересных вещей и по геймплею, по всему тому, что у нас вообще представляется в этом корпусе И определенно я могу сказать, что, ну это корпус, на котором я уже говорил много раз, да, что стоит поиграть, стоит катать И если кто-то до сих пор думает о том, что не стоит его покупать, потому что без двойного хп он не тянет То я вам сегодня продемонстрирую то, что и без двойного хп этот корпус является довольно-таки жестко имбовым Ну а если плавно перейти к эксперименту, который у нас вот только-только закончился, то я могу сказать так же, как я и говорил в самом начале, да Что двойное хп это ничего хорошего, да, то есть в этом нет никаких определенных плюсов, в этом нет ничего такого крутого, да За счет чего можно было бы там говорить, что, блин, вот это вот такой суперский эксперимент, его надо было оставить, он реально интересен, там, или еще что-то в этом духе Я могу с уверенностью сказать, что этот эксперимент показал какие-то определенные интересные вещи, да, бесспорно, но двойное хп это не то, что надо нам, не то, что нужно этой игре Все-таки в последнее время динамика у нас только и только ускорялась в игре, и когда у нас делают обновления, где наоборот эту динамику замедляют И, соответственно, упрощают жизнь тем игрокам, которые играют, например, там, ну, не так сильно, не так скиллово, да, может быть, в какой-то период времени И чтобы они, типа, якобы вдольше жили, то это не тот акцент, который нужно делать Если у нас уж имеется игра, в которой есть довольно быстрая динамика, все происходит максимально за короткий период времени, да, то есть вам надо за короткий период времени принять правильное решение Чтобы уже в дальнейшем, либо выиграть какой-то микромомент, либо, там, делать какой-то грамотный мув И за счет этого мува уже выиграть игровой эпизод То с двойным хп у вас намного больше времени на принятие подобного рода решений И, как я считаю, это неправильная вещь Если уж живет у нас танк настолько долго, то хотя бы те пушки, которые есть у нас в игре, должны быть так же грамотно сбалансированы Ну, а что мы увидели на самом деле? Мы увидели то, что продувы стали имбой Другими словами, я вообще никак не могу сказать Это реально был жесткий имбак, на который можно было жестко разваливать вообще все, что вы только могли видеть, да При этом раскладе вас никакие дальнобойные пушки практически не могли слить Ну, а если и сливали, то это было очень-очень сложно, да Вот если, например, сейчас я играю прямо в матчмейкинге То вы видите, насколько уже чаще я ухожу на респ И насколько проще меня слить, да Там, пару-тройку выстрелов, там, грома, не знаю, там, смоки, еще чего-то, рельсы, да, тоже И вы уже улетаете на респ У вас нет возможности жить настолько долго, сколько у вас была возможность жить до этого До этого дефолтного, наверное, баланса, да То есть во время этого эксперимента И, соответственно, с экспериментом все эти пушки дальнобойные, да И не только дальнобойные, да, но и средние дальности Они просто теряли смысл Они не становились той пушкой, на которой стоит играть на повседневной основе И это были не те пушки, на которых можно было бы неплохо заформить То есть, по сути, у нас произошел жесткий нерв практически всех средних пушек Всех дальних пушек И осталось там в игре, грубо говоря, пару-тройку пушек На которых комфортно можно играть и довольно легко нагибать противника И это и сломало, по сути, тот самый баланс Который у нас уже как бы на протяжении пары лет последних Пытались сделать разработчики Поэтому эксперимент в этом плане абсолютно не актуальный Абсолютно несбалансированный Но даже при том, что как бы сама основа была построена на том, чтобы как бы сделать двойной хп Были сделаны также неплохие мувы С которыми я уже согласен То есть, например, с уменьшением количеством игроков в матчмейкинге И с уменьшением размеров карт То есть, все большие карты у нас пропали из матчмейкинга И остались только средние и маленькие карты С этим я абсолютно согласен То есть, я бы вообще даже 8 на 8 оставлял бы только маленькие и только средние карты Я бы убирал бы эти все большие Я бы убирал бы всякие шоссе там И прочие большие карты, которые, как по мне, абсолютно не актуальны Они не интересны многим в матчмейкинге Ну, за исключением, наверное, там каких-то шифтоводов Или еще любителей дальнобойных пушек Но если уж мы строим игру на динамике, на скорости То все эти большие карты в матчмейкинге абсолютно не нужны И я бы на месте разработчиков, наоборот, ввел бы новые небольшие карты Расширил их под матчмейкинг, возможно, немножко То есть, условно, как сделали с песком Да, так же само бы ввел бы такие карты, например, как ферма Как тот же там бумбокс, условно, да И просто бы расширил бы эти карты Почему можно было ввести, например, песок, сандал А почему нельзя сейчас, например, ввести палубу 9, условно, да Ведь она такая же самая примерно по размерам, как и сандал, песок, да То есть, может быть, там чуть-чуть больше, да Но если там расширить зоны, да, респо, боковые зоны То, по сути, мы получим тот же самый эффект и тот же самую карту И убирая большие карты, мы, по сути, ничего не потеряем Только получим более интересные карты с более еще и динамичной и быстрой динамикой Поэтому, если уж рассматривать эксперимент как общий и целый, да И сказать, да, был он успешен или нет То, понятное дело, что само X2 HP Это была та вещь, которая даже до этого обновления была понятна Что она не актуальна за счет того, что вы не можете делать большое количество киллов А если вы не можете делать большое количество киллов То, соответственно, вы не можете фармить большое количество кристаллов Поэтому это уже фарм в два раза меньше Но, понятное дело, что если сильно захотеть, можно и из этого как бы выкарабкаться И найти пути для заработка кристаллов Но, все равно, это, сути дела, не меняет И при любом раскладе это был нерв вашего заработка Нерв вашего баланса по пушкам И это было понятно уже сразу Но, условно, маленькие карты Плюс ко всему 6 на 6 матчмейкинг, как по мне, показал себя очень даже неплохо И эти моменты, если уж подметят То есть я так понимаю, что это в ближайшем видеоблоге будет уже рассказано Что с экспериментом подведены итоги эксперимента и все в этом духе Если это дело подметят, то для меня будет понятен, как бы, принцип разработчиков И то вообще, чем они думают Если же они подметят для себя, что X2HP это было вот такое суперское, мега крутейшее обновление То, ну, друзья, тогда я, как бы, ну, ну, вы знаете, короче При каком мне не останусь и как у меня жопа будет гореть в дальнейшем Но я думаю, что по этому поводу мы еще пройдемся Возможно, еще раз, возможно, и не раз Но посмотрим, посмотрим, что у нас вообще скажут по этому поводу разработчики Посмотрим, куда все это дело повернется Потому что я так понимаю, что им есть что сказать Раз до сих пор нет никакого фидбэка от, ну, и вообще, там, новости от разработчиков по поводу эксперимента То есть у нас прошло две недели И у нас нет ни одного определенного поста У нас просто откатили обратно баланс Сделали все, как было раньше И никто ничего не сказал Поэтому для меня это очень как-то странно Но я надеюсь на то, что молчат, потому что в видеоблоге все это дело расскажут Тогда мне станет хоть как-то понятно Видеоблог уже завтра, ну, получается, выйдет Поэтому осталось всего лишь чуть-чуть дождаться И посмотреть, что же нам расскажет замечательный человек Который разбирается в этом балансе и знает, что он делает в этой игре Ну, а что касаемо хоппера, друзья То я понимаю ваше, конечно, негодование тех ребят, которые не имеют возможно данный корпус Или им он не нравится, да И то, что вы негодуете и говорите, что это там МБА и я просто выхожу с карты То есть кто играет на этом корпусе, тот там, ну, блок какой-то Но мне немножко непонятна ваша позиция То есть этот корпус в общем доступе, да То есть у каждого есть возможность его приобрести, у каждого есть возможность на нем играть Да, это совсем другой геймплей Совсем другой, определенно Это совсем другая механика И, понятное дело, что, возможно, кому-то она сильно не нравится, да Но жестко так хейтить и говорить, что вот там этот хоппер, все, GG увидел его Там, значит, этот игрок там лох или еще кто-то в этом духе, да Я считаю, что это неправильно То есть, по сути, да, этот корпус МБА при X2 эксперименте, так это вообще до свидания Но, когда этого двойного хп нету, все-таки есть альтернативные варианты И сами многие игроки говорят, что, типа, его можно нагибать И не так уж, и сложно там с ним бороться Я, конечно, в свою очередь могу сказать, что все равно этот корпус имбовый, все равно он разваливает Но здесь уже, конечно, когда появляются обыкновенные балансы, да Когда у нас уже такие пушки, как Гром, там, Страйкер, Гаус, Рельса, та же, да Все эти дальнобойные пушки тоже нагибают То, понятное дело, что уже хоппера сливать полегче А если его легче сливать, то, соответственно, проблем он доставляет тоже меньше Но даже при том раскладе, что его легче сливать и его проще контрить Он все равно является довольно-таки имбовым И я остаюсь при своем мнении, то, что желаю вам попробовать на нем поиграть Потому что я уверен, что даже те ребята, которые сейчас хейтят его и говорят, что Ну, он, типа, там, неактуален, неинтересен, мне он не нравится И все, кто играет на этом корпусе, те, там, условно говоря, там, какие-то дурачки, да Я тоже когда-то так говорил, да, когда не играл на нем Когда не рассматривал этот корпус и не думал о том, что он может вообще из себя представлять Для меня сейчас данный корпус дал лишь дополнительную мотивацию Все так же полноценно смотреть с интересом на игру, с интересом на матчмейкинг Потому что вся эта однообразность, да, которая у нас была, то есть, и по корпусам, и по всему прочему, да Она уже, ну, откровенно говоря, надоедала, да И когда появляется что-то новое по геймплану, да, то есть, по мувам определенным, да То есть, у нас, ну, с хоппером получается совсем другая игра Совсем определенно другая игра Совсем другие моменты, на которых ты обращаешь внимание То я могу сказать, что это придает дополнительную Даже не то, что мотивацию, а дополнительное желание, да, как бы заходить, катать И катая даже на стримах При том раскладе, что, ну, редко попадаются, хотя очень сложные катки Но когда они попадаются, на этом хоппере реально интересно катать Интересно находить мувы За счет которых можно переигрывать противника Там где-то перелезть через какую-то стенку Где-то за счет быстрого стрейфа боком Забрать мяч, переиграть противника И для меня это, как, знаете, что-то новое Что-то, чего раньше у нас не было, да И понятное дело, что пока ты сам на этом не поиграешь Пока ты сам не поймешь, как это работает Ты будешь, скорее всего, негативно к этому склоняться И говорить, что, типа, ну, это шляпа Там, типа, кто играет на хоппере, тот лох Потому что он только и может что-нибудь сделать Там летать И за счет своего овердрайва там нагибать Но не каждый, играя на хоппере, может что-то сделать Поверьте мне, очень много игроков играют на хоппере Которые даже особо-то и не понимают, что им нужно делать Да, он может где-то прожать овердрайв, прыгнуть там Или где-то застопить противника За счет этого не дать поставить тебе мяч Но для того, чтобы играть с умом И быть полезным на хоппере без двойного хп Для этого надо хотя бы, ну, уметь что-то больше, да Чем просто нажимать на одну кнопку и ехать там вперед Надо рассматривать полноценно данный корпус, да То есть не все так просто, как кажется Возможно с х2 хп ты просто берешь мяч Едешь на плюс в, ставишь Потом появляется овер, потом ты с овером еще раз ставишь И тогда все получается очень легко Потому что тебя довольно тяжело слить Но когда этого двойного хп нету Поверьте мне, если ты будешь прямолинейно играть То у тебя ничего не получится Поэтому говорить, что это, с одной стороны, не контрящийся корпус, да И корпус, который там сверхлюто, жестко нагибает Нельзя Но с другой стороны, если ты будешь грамотно на нем играть Грамотно пользоваться всеми возможностями Которые есть у этого корпуса То ты будешь получать то, что ты хочешь получить от любого корпуса в игре От чего я, например, мог получить с хантера, да, играя на нем То же самое могу получить от хопера Только в каких-то определенных моментах Мне будет проще реализовать этот корпус И у меня получится сделать больше грамотных движений на карте Нежели на том же хантере Поэтому я для себя могу подчеркнуть и сказать Что хопер для меня до сих пор остается тем самым имбовым корпусом Даже без двойного хп Ну и в этих катках, как бы, я вам просто на заднем фоне пока рассуждал Возможно, это даже показал То есть сейчас просто даже, ну, не сказать, что там особо как-то напрягался Ну, пару-тройку мувов делал, которые, ну, без головы не делаются, да Поэтому я все до сих пор вам советую, как бы, посмотреть на этот корпус Поиграть, возможно, на нем, да Если у кого он есть, он прокачан, и вы на нем не катаете То обратите больше внимания на него Ну, а что касаемо эксперимента Мне бы хотелось бы услышать тоже ваше мнение Что вы думаете по нему? Провалился он для вас? Не провалился? Возможно, 50 на 50 Как для меня он, да, как бы Изначально он был полностью, наверное, для меня провален И я смотрел на него полностью негативно Я вообще не думал, что я буду играть эти две недели, пока будет эксперимент Но все же появились те моменты, за счет которых Я переосмыслил, наверное, свое решение И понял, что в этом эксперименте есть какая-то своя определенная изюминка И если уж захотеть сильно, то можно найти те самые лазейки для заработка тех же самых кристаллов И как при этом раскладе этим можно было бы воспользоваться Но если уж смотреть правде в глаза, то двойной хп это, конечно, не то, что нам нужно Это не то, на что мы должны делать акцент в нашей игре Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился Если вам понравилось, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписочкой на канал Также как бы приветствуется Нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать Стримы, как всегда, у нас примерно около 10 часов вечера начинаются по московскому времени Ну и, как я уже сказал, оставьте свой комментарий по поводу этого эксперимента Мне будет тоже интересно почитать, что вы думаете по этому поводу У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok